Книга «Открытым оком», 25 том, вопрос 3756. Сема «Деньги». «Как вы могли довериться незнакомым людям из какого-то общества, собирать для них деньги?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не из какого-то, а из библейского. И при том не совсем уж они нам были незнакомы, потому что их директор приезжал к знакомому нашему брату Никите Санарову, директору магазина «Армандо», где есть отдел религиозной литературы. Барнаул, улица Никитина, 53, телефон 6393-87. И нам из Новосибирска привозили много псалтирий на русском языке и Новых Заветов, все крупным шрифтом. Созвонили с Булатовым А.В. несколько раз, недели все общины молились об этой встрече, и ни один человек из общины не насторожился, что мы обмануты, мы не жалеем, что что-то пожертвовали. Только вот жертва наша так мала, а делают эти люди такое великое дело, до которого старообрядцы не смогли дотянуться за 350 лет, притом во всем мире. Мы получали вот такое обращение, Матфея 2,4,14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, по свидетельству всем народам. Кавычки закрыты. Кавычки открыты. Здравствуйте. Прошло около двух месяцев с тех пор, как мы обратились в просьбу поддержать материальный перевод Библии на алтайский язык. И несмотря на летнее время, 355 церквей и частных лиц уже приняли участие в этом начинании, пожертвовав 125 тысяч рублей на дело, которое показалось вам актуальным и верным. Этих денег будет достаточно, чтобы издать пробный тираж нескольких переведенных книг, обеспечить современными компьютерами нескольких переводчиков. Я узнал, что один из них все еще работает вручную, и поэтому приходится после завершения его работы нанимать людей, чтобы они набрали текст. Средств будет достаточно, чтобы провести выездной учебный семинар. Слава Богу! Мы искренне благодарим и за доверие, и за сотрудничество. Бог говорит на моем языке. В кавычках. Это такой очевидный факт для нас русских. На нашем языке существует Библия. Представляет собой откровение для алтайца, якута, шорца. Когда к нам в офис библейского общества заходят нерусские жители нашей страны, тувинцы, буряты, алтайцы, то почти всегда спрашивают, нет ли у нас Библии на их языке. Причем делают они это очень деликатно, скромно. Кажется, что они чего-то при этом стесняются. Отвечая им, мы тоже испытываем неловкость, потому что у нас нет Библии ни на одном из этих языков. Они попросту еще не переведены. За прошедшие два месяца мне неоднократно приходилось говорить об этом проекте с верующими. И кто-то спрашивал, зачем делать перевод, если все алтайцы говорят и читают по-русски. Но при этом все соглашались, что язык их сердца алтайский. И слово на родном языке легче проникает внутрь, достигая самых откровенных глубин человеческого существа. Кто-то недоумевал относительно объема переводческой работы, казавшуюся ему более простой. Кто-то говорил о летнем безденежье, о том, сколько средств потрачено церковью на летний лагерь и текущий ремонт церковного здания. И я ни в коем случае не собираюсь подвергать сомнению правильность использования кем-то собственных средств. Но давайте вспомним мою любимую притчу Иисуса Христа о потерянной овце. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? Лука 15.4 Давайте подумаем, все ли мы сделали для того, чтобы потерянная отца нашлась. Давайте вместо неловкости перед этими людьми испытаем радость от того, что приблизим сроки выпуска Библии хотя бы на одном из многих сибирских языков. Вместе с этим письмом вы получите бланк почтового перевода. К сожалению, неоднократно приходилось слышать, что на почте по разным причинам отказываются посылать деньги. Если это станет препятствием, используйте любой бланк, чтобы отправить собранные средства. Да благословит вас Господь! С уважением и молитвой Алексей Булатов. Булатов 630-073, почтовый индекс, Новосибирск, проспект Карла Маркса, 47-1, телефон 383-33-50-309, Телефакс 33-50-308, электронная почта, СС Библия, онлайн, ТНСК, СУ. Еще раньше мы получали от них письмо. Я думаю, вам интересно будет узнать о новом начинании российско-библиотеки общества. Оно состоит в том, чтобы снабдить сельские библиотеки Словом Божиим. В городах больших и малых, и даже в районных центрах у людей есть возможность найти и прочитать Библию. Жители деревень такой возможности лишены, им не к кому обратиться с вопросом. Священники наведываются к ним не так часто, как хотелось бы. Там не показывают религиозных телепрограмм, но почти в каждой деревне есть библиотека, и она пустует. Так вот, российско-библиотское общество решило сделать так, чтобы в каждой сельской библиотеке появилась Библия. Код 114. Детская Библия. Древнерусской традиции. Код 312. И книга «Путешествия с апостолами». Код 318. Поэтому, если вы знаете сельские библиотеки, в которых нет Библии, куда вы могли бы поместить этот комплект, дайте нам знать, и мы вышлем его. У нас опять появились книги на церковно-славянском языке. Библия. Код 122. Новый Завет. Код 288. И Псалтирь. Код 310. Крупным шрифтом. Кавычки закрыты. Получили письмо. Кавычки открыты. Распространяйте весь дальше. Здравствуйте, братья и сестры. Спасибо за ваше желание поделиться своей верой с людьми. Мы получили от вашей общины пожертвования на перевод Библии для алтайцев. Неся эти деньги, вы и ваши прихожане приблизили день выхода. Свет Библии на алтайском языке. И потому от имени будущих читателей алтайцев благодарим вас за этот вклад. Спасибо за то, что понимаете необходимость этой работы. Что для вас важно, что другие должны иметь возможность прочитать об Иисусе на своем родном языке. О результатах этой работы мы вам обязательно сообщим. Мы ценим, что это служение объединило нас. Пусть Господь обильно и многократно благословит вас и ваших прихожан. Любовью в Господи Алексей Булатов, директор СОРБОМ, в кавычке закрытым, 20 февраля 2008 года. Бытие 4157. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Руфь 1.6. И встала она со снохами своими, пошла обратно с полей Моавицких, Ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеба. Хвала Творцу! Хвала Ему и слава! Воспойте всех хваления Ему! Прощает Он ходившему лукаво, При Нем грехе народу Своему. Опять в сердцах сияет. Свет веры пламень, При звуках труб и пении псалмов. Положен вновь краеугольный камень, Восстанет храм, как узник из оков. Конец слезам! Изгнанники Сиона! Возрадуйтесь и возликуйте все! Возвиднется святыня Соломона, Пред вами вновь во всей красе. Забыты скорбь, изгнание и обида. Поют хвалы священник и левит, И снова гимн ликующий Давида. Среди толпы молящихся звучит. Лишь плачут те о разоренном храме, Кто знал его величие былом, И слушают поникшие главами, А не в тоске молитвенный Солом. Но тонет в море общих ликований В восторженном и шумном торжестве Бесследно звук и старческих рыданий, Как облако в лазурной и неве. Ольга Чумина илетовоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооаоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо